Издательство «Класс». Леонид Кроль. 60 минут инсайтов. Искусство субъективности. Текст читают Павел Пудан, Денис Лынник, Мария Борисова. Что можно успеть за 60 минут? Не так уж и мало, если быть внимательным и хорошо настроиться на собеседника. Разговаривать с людьми и помогать им решать их проблемы – моя профессия. Свой метод я называю экшн-коучингом. Экшн – это активный, сюжетный коучинг, в котором в единицу времени происходит много событий, причем не только на вербальном плане – вопросы-ответы, поиски смыслов, но и на разных других. Экшн-коучинг становится яркой точкой, перекрестком, на котором сходится прошлое человека и его настоящее. Идиомоторные и невербальные детали, реплики диалога, особенности характера и внешние обстоятельства, которые этими особенностями обусловлены. Эта книжка состоит из 18 часов, 18 отдельных коротких сессий и разговоров с клиентами. Час – один из возможных форматов, за которым могут следовать другие часы, периодические встречи, а иногда мы этим одним часом ограничиваемся. За час невозможно решить проблему, но можно сделать одну из следующих важных вещей. Заметить свою неявную привычку, особенность которой раньше не видел. Получить яркую метафору, которая описывает текущую ситуацию и дает ключ к потенциальному ее разрешению. Побывать в новом чувстве и осознать его. Нащупать повторяющуюся реакцию на жизненные ситуации. Пристально вглядеться в то, мимо чего всегда промахивался. Понять, каковы механизмы нужных изменений и как их запустить. Это книга про начало изменений, про их инициирование, про то, как выйти из матрицы привычных сценариев, перестать думать одним и тем же привычным для себя образом, как встряхнуться и увидеть жизнь в новом свете. И, конечно, про то, насколько мы все разные и как извлечь ценности с своих особенностей, даже тех, которые, как кажется, мешают. Работа Коуча становится лишь катализатором, подсказкой для процессов, которые запускаются в самом человеке. И это самое интересное, потому что, читая эту книгу, каждый может попытаться самостоятельно воспользоваться описанными в ней приемами и нажать в себе кнопку, с которой начинаются изменения. Все имена клиентов, названия их должностей и другие узнаваемые детали – возраст, город, образование, сфера работы, родственники, редкие особенности жизненного пути, по которым можно было бы узнать человека – в этой книге изменены. Я убрал даже издалека узнаваемую фактическую часть именно для того, чтобы иметь возможность приводить наши диалоги примерно такими, какими они были в реальности. Я пишу о характерах, субъективности, и поэтому для меня очень ценна возможность говорить о конкретике и деталях. Понимать не сразу. В каждой сессии я стараюсь как можно дольше слушать клиента, не пытаясь быстро что-то понять. Индивидуальность – сложная штука, и я стараюсь по максимуму избегать типизации людей. Я вслушиваюсь не только в клиента, но и в себя. Появляются ассоциации, намеки, образы, которые невозможно описать строго рационально. Я доверяю этим неопределенным подсказкам. Настройка на чувства и ощущения. Я задаю вопросы, которые помогают человеку настроиться на чувственную конкретику ассоциаций и воспоминаний. Рано ли вы вставали, когда учились в школе, как именно ссорились родители? Это не сбор фактов, а скорее вызывание картинок, образов. Это важно, чтобы уйти от концептуальных обобщений, разговора об абстрактных понятиях. Несколько экранов одновременно. Когда я говорю с клиентом, то держу в поле три плана – события, образы, переживания. Во время сессии я расфокусированный и смотрю как бы на несколько экранов сразу. Я краем глаза полубессознательно отмечаю диаматурику клиента на уровне его мелких реакций, одновременно наблюдая за своими собственными реакциями и ассоциациями, одновременно отмечаю возникающие моментальные состояния, чувства, свои и клиента. Постепенно начинаю отличать климат клиента, его хронические чувства, фон и погоду, мимолетные чувства, быстро сменяющие друг друга в разговоре. Не бояться незнания Обычно коуч говорит с клиентом, уже имея точную карту происходящего. Мой экшн-коучинг имеет иные принципы. Я начинаю говорить клиенту о нем самом, когда знаю еще немного. Не боюсь ошибиться, пусть клиент сам меня поправит. Мы можем прийти в равновесие, в движении. Постепенно развиваю и дополняю образы в контакте с клиентом и чтение его реакций. Стремлюсь к предельной, но не обидной искренности. Клиент как модератор Я вовлекаю клиента в модерацию разговора, чтобы он был не только властной фигурой и экспертом своих дискурсов. У нас мало времени, поэтому моя цель – немного расширить его внутри сессии, сделать вид, что у нас его очень много, не пытаться говорить о главном и только по сути. Нельзя четко структурировать время, когда оно и так сильно ограничено. Свободное пространство якобы болтовни дает больше простора, и именно в нем чаще случаются островки смысла. Никакого подведения итогов Я никогда не подвожу итоги разговора и стараюсь, чтобы клиент тоже этого не делал. Наша беседа – процесс, и за этот час может возникнуть много маленьких инсайтов, метафор, смыслов. Обобщить их и свести к короткому результату – саммари – значит, обесценить саму суть того, чем мы занимаемся. В этой книге моя цель – не только показать свой метод, но и главным образом донести до читателя на конкретных примерах следующие две вещи. Люди интересны. Я специально подобрал самые разные кейсы характера, проблемы и решения, чтобы каждый мог найти в них для себя что-то знакомое и полезное. Кроме того, этот цветник характеров – лучшая иллюстрация того, как все мы можем быть по-разному счастливы и по-разному успешны, и, более того, по-разному это чувствовать. Есть новый способ коммуникации. Если вести диалог, руководствуясь теми же практическими принципами, что и я в своем экшн-коучинге, можно получить инструменты для более интересного, глубокого, плодотворного контакта с другими. Для этого не обязательно быть консультантом. Мои принципы применимы и в переговорах, и на свидании, и в семье, где угодно. В этой книге я показываю продуктивные способы строить диалог с собеседником и с самим собой. В результате такого диалога можно узнать больше и быстрее. Я по-разному фокусирую и настраиваю внимание, даю волю ассоциациям, не только задаю правильные вопросы, но и концентрируясь на том, как, а не только что, отвечает мой клиент. Я верю, что приемы, которые я использую в диалоге, помогут читателю выйти на новый уровень проницательности, эмпатии, понимания. Как читать эту книгу? Первое. В каждой истории есть свой сюжет, за которым можно следить. В разговоре мы всегда идем от какой-то отправной точки, например, запроса, который лежит на поверхности. Как правило, за час мы успеваем проникнуть чуть глубже, в следующий слой, и наметить несколько возможных шагов, решений или объяснений происходящего. Второе. Но можно читать истории не только линейно. Для меня они похожи на элементы кроссворда. Чувства, события прошлого, фактическая сторона дела, связанные друг с другом, и помогают находить ценные секреты. Третье. Можно читать каждую главу, как историю человека мира, характера, загадки, со своими интонациями и особенностями. Скорее всего, каждый из героев отдельными чертами кого-то вам напомнит. Человек — собрание паттернов, образцов, которые встречаются не только в нем, но сама комбинация этих образцов уникальна. Четвертое. Можно читать эту книгу как целое. Я выбрал эти истории из множества других и соединил так, чтобы они складывались в некоторые единства, показывая разные грани реальности. Между ними есть связь, рассказывающая свою историю, главы перекликаются между собой и дополняют друг друга. Ну что, поехали? Субтитры создавал DimaTorzok